Каждый день сюда приходит женщина. Она приносит из ресторана остатки еды. И тут же из леса вылетает стая одичавших бродячих собак. Из своего укрытия женщина видит, что среди изголодавшихся животных есть пес, самый изможденный и болезненный, которого стая не подпускает к еде. Она понимает, собака обречена. Служащий отеля вызвался ей помочь. Он изловил рыболовной сетью голодного до безумия зверя и запер в комнате. Сердобольная постоялица тут же отправилась его кормить. Но пес жестоко искусал женщину. Собака могла оказаться бешеной. Вызванный доктор исколол противостолбнячными уколами ее живот и ягодицы. А что же делать с собакой? Если бы на месте этой женщины оказались вы, как бы вы поступили? Она тоже приняла решение. И это решение было окончательным. Но об этом позже. Несколько позже. Говорят, только после сорока человек становится похож сам на себя. Чем дольше мы живем, тем больше, заглядывая в зеркало, понимаем, какие мы, какими мы задуманы. Красивая девочка превращается в красивую женщину. Некрасивая, ну, соответственно. И это никого не поражает. Мы же не ждем от жизни чудес. Однажды, много лет назад, юная париженка Брижит превратилась в роскошную Брижит Бордо, сокращенно БП, которой суждено было выразить шарм и стиль целого поколения. И целое поколение женщин и мужчин согласилось с тем, что она особенная, избранная. Других таких больше нет. А дальше красивая женщина неизбежно красиво стареет и становится роскошной, постаревшей женщиной. Тем более сейчас. Тем более, если женщина-актриса борется со своим возрастом, не щадя себя, не жалея денег и сил. От секс-символа ББ можно было ожидать умопомрачительной пластической силиконовой старости. Чем же она хуже тысяч других, кто пошел по этому пути, не имея ни ее славы, ни ее возможностей? Какой она могла бы быть, чтобы оправдать надежды миллионов своих поклонников? А такой она стала. Почему это произошло? Что за изгиб дала судьба? Да и можно ли считать изгибом жизненный поворот, который человек выбирает сам? 27 мая 2010 года. Париж. Авеню Георга Пятого. Район Елисейских полей. Для журналиста Анри Жан-Эссерва Брежит Бардо не только далекая звезда кино, но и его близкий друг. Впервые я услышал имя ББ в церкви, здесь, во Франции. Священник со своей кафедрой просил прихожан не смотреть фильмы с участием ББ. Мне было 14 лет. Я вообще не знал, кто такая ББ. И мне тут же захотелось пойти в кино. В то время вышел фильм «Бабетта идет на войну». Я посмотрел его. Очень симпатичная французская комедия. Героиня была одета от шеи до кончиков пальцев. И я не понимал, почему нельзя смотреть фильмы с ее участием. А еще Юре объяснил, что Сент-Ропе – это логово дьявола. Это город всех смертных грехов. Это ужасно. Представьте себе, что вы ребенок, а вам говорят, что Брижит Бордо – это воплощение греха, а Сент-Ропе – логово дьявола. Все нормально. 1958 год. Июль. Сент-Ропе. Брижит 24 года. Она отправилась к местному кутюрье примерять платье. И тут же витрину магазина облепили узнавшие ее зеваки. Люди топтали друг друга, пытаясь дотронуться до ее тела. Божество, богиня, совершенство – кричали одни. Шлюха, развратница, потаскуха – кричали другие. Брижит спасла полиция. 1959 год. Апрель. Париж. Брижит 25 лет. Она отправилась в клинику Пасси, чтобы навестить заболевшую подругу. Вошла в лифт со служащей клиники. Вдруг та закричала. «А, это вы! Шлюха, гадина, тварь! Вы отнимаете мужчину-насу, бедных женщин! Так бы и изуродовало ваше лицо!» И вонзила в плечо Брижит в вилку. Брижит спасли врачей большая доза успокоительного. 1961 год. Июнь, Женева. Брижит 27 лет. Она снимается в фильме «Частная жизнь». В одной из сцен она выходит из пиццерии вместе с Марчеллом Астрояни. И вдруг прямо во время съемки в сантиметре от ее головы падает горшок с геранью. В нее летят помидоры, ящики, банки с водой и крики. «Шлюха, убирайся в свою Францию, чтоб ты сдохла!» «Открывайте у себя дома терпимости и снимайте ее там!» Брижит спасли полиция, врачи и очень большая доза успокоительного. Каждый раз, приходя в себя после таких приступов людской ненависти, она задавала себе один и тот же вопрос. «За что меня так ненавидят?» Действительно, за что? Когда Бардо говорит, что она не любит людей, то она имеет в виду, что не любит любопытство людей, которые вот так себя ведут. Она не любит вуайризм фотографов. Но это женщина, которая способна иметь в высшей степени любезные отношения со всеми и каждым. И ненавидят, и боготворят. Между полюсами любви и ненависти пронеслась жизнь этой женщины. 29 сентября 2009 года. Булонь-Биенкур, ближайший пригород Парижа. Спустя всего один день после 75-летия Брижит-Бардо, здесь открылась уникальная выставка. Первая и пока единственная выставка, посвященная ББ. И к тому же первая выставка, подготовленная при жизни кинозвезды. Организатор выставки Анри Жан-Серва. Она прожила ослепительную жизнь, жизнь необычайной красоты. Я сразу хочу вам сказать, я очень люблю Брижит. Просто люблю и все. И потянулись на выставку те, кто не может, к счастью, не может подойти к Брижит-Бардо близко. Я испытываю настоящую страсть к Брижит-Бардо. Мне пришлось уколоть себя 800 тысяч раз, чтобы получилось это изображение. А с другой стороны вот это. У меня есть татуи в других местах, но я не покажу, потому что они на интимных местах. У меня 1800 журналов, изданных по всему свету с портретом Брижит на обложке. И приблизительно 300 тысяч портретов Брижит, опубликованных в прессе. Вот. А что же сама БП? Отдает ли отчет в том, что ей было суждено прямо или косвенно повлиять на мир или представление о мире миллионов людей? Хотела ли она этого? Не поверите, не хотела. Просто, как и каждый из нас с вами, однажды появилась на свет у своих папы и мамы. Ее число 28 сентября 1934 года. Жила себе в родном Париже и абсолютно не задумывалась над тем, что ей выпала какая-то исключительная жизнь. Брижит Бордо происходит из богатой буржуазной семьи промышленников, которые жили в привилегированном 16 округе. Она обращалась к отцу и матери на «вы», и отец ее порол. Такова была богатая французская буржуазия 40-х, 50-х годов. Ее родители были образованы, говорили на красивом французском языке. У них были слуги. Во французском кино есть много превосходных девушек, но у них не было ни такого образования, ни такой возможности его получить, ни такой среды родителей и денег, как у Брижит Бордо. Первая любительская съемка ББ. Операторы – мама Анн-Мари, семейное прозвище Тати, и папа Луи Бордо, семейное прозвище Пилу. Брижит – три года. Соседский мальчишка еще не понимает, что вошел в историю, но он, собственно, и не возражает. Это первый поцелуй ББ, оставшийся на пленке. А сколько их еще будет? Но об этом позже. Несколько позже. А это – одна из последних съемок ББ. Я думаю, что благодаря вам и благодаря тому, что сегодня здесь происходит, это мой самый лучший день рождения. Чтобы отпраздновать день рождения наилучшим образом, не обязательно быть молодой? Конечно же, быть молодой совсем не обязательно. Только почему же так нелепо и стремительно несутся дни от одного дня рождения до другого? Когда Брижит была совсем маленькой, гадалка, рассмотрев ладонь ее отца, сказала, «Мсье, ваше имя облетит мир». Папа Луи обрадовался. Наконец-то заводы Бордо принесут плоды. Но ему и в голову не могло прийти, что источник богатства и семейной славы в тот момент надрывно плачет в детской кроватке. Это сообщение о рождении Брижит. А это первая фотография Брижит. Здесь она ребенок. А то, что вы сейчас увидите, это раритет. Это фотографии всех членов семьи. Личные семейные фотографии Брижит, которые она мне позаимствовала. Это свадьба ее отца и матери. Брижит в детстве. Брижит с матерью и со своей младшей сестрой. «Я уродина. Меня не любят мама и папа». Это первое открытие, которое сделала маленькая Брижит. Родители не скрывали своей нежности к младшей дочери Межану. Брижит часто слышала, как мама говорила подругам. «Слава Богу, что есть Межану. Наша радость». А Брижитка и злая, и некрасивая. Да, она уродина. Зубы выпирают, поэтому приходится носить железные скобки. Глаза косят, поэтому неизбежны очки. Левый глаз и вообще слепой видит не более 10%. Этот дефект останется на всю жизнь. Волосы жидкие, прямые. Их уже не исправить. Да еще постоянные простуды. И мама заставляет надевать шерстяное белье, натягивать штанишки до подмышек. И с учебой не ладится. По всем предметам отпетая двоечница. Не то, что красавица, отличница, любимица Межану. Увы, Брижит рано. Слишком рано поняла, что потребность в любви и сама любовь – разные вещи. И чем меньше любви, тем острее потребность. В природе все уравновешено. Если бы ее родители, добропорядочные Татьи и Пилу, понимали, что своей нелюбовью они раскачивают дьявольские качели в сердце своей старшей дочери. Если бы только они могли представить, как неистово она будет всю жизнь спасаться от одиночества. Но они не понимали. И лишь в одном Брижит удавалось обскакать сестру. Танец. В танце она могла забыться. Забыть о своих очках, уродстве, комплексах, страхах. Движения преображали ее. И она становилась тем, кем никогда не была до сих пор. Красивой девушкой. Женщиной. Когда Брижит было 7 лет, она хотела стать знаменитой танцовщицей. И она с восторгом занималась танцами. Танцевала с 6 до 17 лет каждый день. В школе танцев она была лучшей. Ее любимым учителем был русский хореограф Борис Князев. Брижит рано поняла, что тот разговор, когда информацией обмениваются исключительно тела, ей удается лучше других. Ее слышат. Ей готовы ответить взаимностью. А ведь именно взаимности ей как раз и не хватало в жизни. Неудивительно, что в 15 лет ее уже тяготила девственность. И она была очень рада, когда несуразный, длинноволосый помощник режиссера Роже Вадим в какой-то комнате в коммунальной квартире избавил ее от этой нелепицы, мешавшей им обоим. А познакомились молодые люди случайно. Знакомая матери Брижит из журнала «Эль» хотела поместить на обложке новое лицо. Юную добродетельную парижанку. И уговорила привезти Брижит на фотопробы. Да, именно этого подросшего гадкого утенка с уже чуть заметной раскосостью в глазах и будто специально надутыми губками. Самая главная фотография та, которая находится посередине. Благодаря этой фотографии состоялся путь Брижит в кино. Помощник режиссера Вадим увидел ее и захотел ангажировать эту девушку. Родители Брижит яростно возражали против общения их дочери с Вадимом. Ни нашего этот парень круга. Ни денег, ни стоящей профессии, ни положения в обществе, да еще и из семьи русских эмигрантов. Его настоящее имя – Роже Вадим Племянников. Они же мечтали выдать Брижит за сына банкира, промышленника или министра. В общем, после каждого визита Вадима, мама приказывала служанке пересчитать серебряные ложки. А папа грозил дочери убить богемного воздыхателя, если тот вздумает покуситься на ее невинность. Однажды папаша Пелуза подозрил неладное. 16-летнюю Брижит решили отправить в Англию, в закрытый пансион. Но оставшись в квартире одна, она написала прощальную записку, открыла газ, закрыла окна, засунула голову в духовку и потеряла сознание. Спасло ее чудо – в театре отменился спектакль, и родители вернулись домой раньше. Дочку выходили, пансион отменили. И вместо злополучной Англии Брижит втайне от родителей отправилась в Швейцарию делать свой первый аборт. И все же Брижит уломала родителей. В сентябре 1952-го ей стукнуло 18. А в декабре в парижской церкви Атея состоялось ее венчание с Вадимом. Это был первый брак Брижит. О том, что он станет не только непоследним, но и далеко не единственным, она поймет позже. Несколько позже. Брижит не хотела быть актрисой, но она встретила Роже Вадима, влюбилась в него и стала актрисой. Вот так. 27 мая 2010 года. Тулуза. Режиссер Клод Верник был другом и коллегой Роже Вадима. Их сближали общие корни. Предки обоих были выходцами из России. Вадим смог раскрыть Брижит Бордо. Он ее любил, конечно же. Он разглядел в ней то, что другие не видели. Но впоследствии Бордо доказала, что даже без Вадима она может быть актрисой и может успешно работать в кино. Женившись на сексапильной Брижит, Вадим только мечтал стать режиссером. И искал для своего первого фильма подходящий сюжет. Чем больше он изучал свою жену, тем больше понимал, что этот сюжет у него уже есть. По праву мужа он первым заметил, что в молодой женщине, которая готовит ему ужин и стирает его рубашки, живет некая сексуальная сила, которая не желает слышать никаких других доводов, включая доводы ее же собственного рассудка. Эта женщина объясняет мне, как поменялась эпоха. Когда мы вышли из закрытой, запертой, склеротической эпохи и пришли в эру сексуальной свободы, чувственных прожжений. И я, и многие другие любят Бордо, потому что она стала для нас учителем свободы. Благодаря тому, что Бог создал Брижит именно такой, Вадим написал сценарий, по которому снял свой первый фильм «И Бог создал женщину». Фильм, взорвавший в середине 50-х годов прошлого века мировой кинематограф. Брижит резко врывается в кино в купальном костюме. Она на берегу моря. Она желает заниматься любовью. Она откровенно говорит об этом. Она хочет счастья. У нее есть вкус к счастью. Она желает удовольствий. Вот что является новым. Денег на съемки у начинающих кинематографистов почти не было. Натуру выбирали, что называется, поближе к дому и подешевле. Остановились на безвестной рыбацкой деревушке Сент-Рапе. Она мне рассказывала. Я снималась в Сент-Рапе. А Сент-Рапе – это место, где я провела детство. У моего отца и матери здесь был дом. В массовке снимались наши соседи. Булочник, торговец рыбой. Я знал их еще ребенком. Я снималась с мужем, который меня обожал. Идеологи фильма были написаны под меня, под мою манеру говорить. Я была хороша, потому что я была естественна. Она действительно была хороша. То было ее время в Сент-Рапе. Время, когда неопытность полна очарования. Беспечность мила. Безвестность дарит свободу. Когда вечерний закат притягателен ликованием завтрашнего рассвета. Когда молодость сродни бесконечности. И только море шелестит волнами, снисходительно одобряя и танцы на пляже, и любовь, и тоже на пляже. Да, этот факт сегодня общепризнан. Одна молодая актриса и один фильм, в котором она снялась, подарили крохотному средиземноморскому городку мировую славу и новую судьбу. Быть может, поэтому актриса Бардо купила здесь виллу Мадрак. То, что скрывает бетонный забор. И вот уже более полувека живет в своем Сент-Ропе. 28 июня 2010 года. Сент-Ропе. Владелица, капитан яхты Бригантина-2, Стефан Лэмбер, слишком молод, чтобы помнить, как все начиналось. Зато он знает, что было потом. Здесь море туристов. А все потому, что сегодня Сент-Ропе самый известный город во Франции. Даже более известный, чем Париж. И все это благодаря Брижит Бардо. Здесь раньше жили художники Синьяк, Матис. Были и другие звезды. Но настоящим символом Сент-Ропе стала Брижит Бардо. Послушайте, я в высшей степени растрогана. Что будет происходить дальше, вы увидите. Я думаю, что нам есть о чем поговорить. Прекрасно осознавать, что вы все пришли сюда. Нынешний Сент-Ропе – это тоже ее Сент-Ропе. Но только имени ее. Во славу ее. Она живет в каждом кафе, в каждой турфирме или магазине, отеле или ресторане. Мы приезжаем в Сент-Ропе, чтобы с непонятной для нынешнего поколения тоской вновь ощутить дуновение ее времени. Той эпохи. Того преклонения перед искусством, когда кино было больше, чем кино. А актриса – больше, чем актриса. Мы приезжаем в Сент-Ропе, чтобы наступить на шлейф ее легенды. 23 июня 2010 года в Сент-Ропе открылась выставка, посвященная Бебе, которая переехала сюда из Парижа, поближе к своей героине. Это единственная выставка в мире, которую можно посещать с животными. Было бы глупо запрещать вход с животными на экспозицию, посвященную Брижит Бордо. Если кто-то завтра придет с лошадью или с ослом, я не знаю, что мы будем делать, но, конечно же, мы разрешим. Я сегодня утром звонил Брижит. У нее все хорошо. Она мне сказала, что у нее нет особого желания видеть фотографии, где она восхитительна и красива. Она сейчас другая. Она изменилась. Но если как-нибудь под покровом ночи она захочет посетить выставку, мы ей окажем теплый прием. Первый раз я с ней увиделся, когда я был маленьким. У меня было в то время лет 10. Моя мама работала у Брижит Бордо в Мадраге. И каждую среду после школы я приходил в Мадраг. Заходил в главную комнату. Брижит Бордо пила чай с моей мамой. Я пил какао. У этого дома есть свой характер. Много очарования. Это старый рыбацкий дом. Он очень, очень красивый. Сколько же мужчин могли и могут рассказать о самых заповедных уголках Мадрага? Сколько же их было? Тех, кто пытался разделить кто на годы, кто на месяцы, кто на мгновение судьбу хозяйки этой виллы. Мне всегда была необходима любовь или привязанность. Просто человеческое тепло. Поэтому я всю жизнь цеплялась за кого-то, кто давал ласку, нужную мне как воздух. Возможно, я не добрала ее когда-то в раннем детстве. И это сказалось на всей моей жизни. Так писала ББ о себе. Здесь, в Сент-Ропе, на съемках фильма «И бог создал женщину», Брижит влюбилась в своего партнера Жанна Луи Тринтиньяна. И ушла от мужа. Но Тринтиньяна призвали в армию. Брижит не выдержала одиночества. Известный певец Жильбер Беко был женат. И Брижит не выдержала одиночества. Неизвестный гитарист Саша Дистель за время их романа стал известным певцом. И наскучил Брижит. Молодой актер Жак Шарье наскучил Брижит еще до того, как был призван в армию. Но случилась беременность и свадьба с Жаком Шарье. Рождение сына и развод с отцом ребенка шли почти параллельно. Актер Сэмми Фрейд тоже был призван в армию. И Брижит, естественно, не выдержала одиночества. Бразилец Боб Загури, как и следовало ожидать, наскучил ей. Миллионер Гюнтер Закс, как оказалось, вообще заключил пари, что женится на Брижит. И стал третьим мужем спустя всего месяц после их знакомства. Вот вся ее личная жизнь. Все ее женихи, мужья, любовники. А потолок... Он символизирует, когда Гюнтер Закс захотел жениться на Брижит Бордо, он сбросил с вертолета сотни роз на Мадра. Он в Смокинге прыгнул в воду и пришел просить руки Брижит Бордо. Список можно продолжать долго. Был и роман с Сержем Гинсбуром, который завершился несколькими песнями, посвященными ББ. И тем, что до конца дней Серж хранил в своем доме на улице Верней огромную фотографию обнаженной ББ. Потом начались романы с теми, кто был на 10-15 лет моложе. Прожигатель жизни, безвестный Патрик, Пармен Кристиан, какой-то Лоран. И еще, и еще, и еще. Была ли она счастлива в любви? В попытке, точнее, попытках обрести любовь? Наверное, да. В самом обретении. Это вопрос. Могла ли она всецело принадлежать одному мужчине? Еще более занятный вопрос. Но была и еще одна правда. Большинство близких ей мужчин претендовали на то, чтобы жить с ней, ее звездной жизнью. И пользоваться всем, что дают ее слава, деньги, возможности. Но все они оставались мужчинами. И бросали ее. И изменяли ей, как обыкновенной женщине. Чаще всего она лишь на полшага шла впереди. И успевала порвать отношения первой. Все-таки она была гордым от природы с существом. А потом рвала на себе волосы. Четыре попытки самоубийства, одна страшнее другой. Бесконечные врачи, капельницы, уколы. И это тоже из-за мужчин. Точнее, из-за нелюбви мужчин. Из-за отсутствия взаимности. Когда же ей становилось окончательно плохо с людьми, она заглядывала в глаза животным. И видела в них безграничную любовь и преданность. Много ли это или мало для человека, для актрисы, для женщины? Это способен понять лишь тот, кто испытывал боль, которую причиняет человеку человек. Когда Брижит Бардо говорит, что она не любит людей, то нужно понимать, что за ней постоянно гонялись, шпионили. Публика ее мучила своей любовью. Ее терзало любопытство фотографов. У Брижит был действительно планетарный успех. Но как с ним жить? Фотографы на авеню Поль-Думер. Около ее дома. Около подъезда. Около черного хода. Фотографы за углом, за дверью гаража, за машиной. На крыше соседского дома. На катере, проплывающем мимо виллы Мадрак. Любой ее шаг попадает в газеты. Отчаяние, истерика, нервный срыв. На съемках в Испании видит, как мальчишки собираются повесить щенка. Обматывают его веревкой. Спасает щенка. Выхаживает. Забирает с собой в Париж. Радость. Покой. Обретение друга. Взаимная любовь. Свадьба с Шарье. Более двух сотен фотографов и журналистов в погоне за сенсацией проникают в мэрию. Залезают на окна и столы. Опрокидывают стулья. Буквально затаптывают новобрачных. Обморок, истерика, нервный срыв. Получает письмо от девочки, выкормившие из соски ягненка. Подросший барашек должен отправиться на бойню. Спасает барашка. Перевозит в свою усадьбу в Нормандии. Преданность, покой, обретение друга, взаимная любовь. У нее была очень тяжелая беременность. Она не должна была вставать с кровати, чтобы не потерять ребенка. Все фотографы Франции арендовали квартиры в доме напротив. Ей пришлось закрыть жалюзи, занавесить шторы. И семь месяцев в течение беременности ей пришлось лежать в темноте. Потому что напротив были фотографы. Из квартиры выходит только в парике. От страха, что журналисты перекроют дорогу и не пропустят скорую помощь, принимает решение рожать дома. Отчаяние, опустошение, нервный срыв. Приезжает в приют для брошенных кошек и собак. Спасает от усыпления всех, кто поместился в ее Роллс-Ройс. Перевозит в свою усадьбу в Нормандии. Радость, покой, обретение друзей, взаимная любовь. Нью-Йорк. На премьере фильма «Вива Мария» на Бродвее полицейские не могут сдержать кордон ревущей толпы. Удар в лицо. В трех сантиметрах от правого глаза сверкает вспышка. Отслоение сетчатки. Боль, истерика, нервный срыв. В течение долгих лет люди травили ее, как зверя. А она спасала тех, кто рожден был зверьми. В мире все уравновешено. Брежит никогда не любила кино. В том смысле, в котором отдаются кино или театру актрисы. Становиться другой, превращаться в другую. Проживать эмоции и чувства другого. Ей это было неинтересно. Она всю жизнь была собой. Хорошенькой, естественной, сексуальной. А партнеры, костюмы и декорации менялись. У нее будто был свой личный, взаимовыгодный договор с искусством. Кино пригласило ее к себе и дало много денег. Она и согласилась. Снималось много. Среди лучших фильмов «Частная жизнь», «Исповедь». В случае несчастья – «Парижанка», «Вива Мария», «Медведь и кукла», «Ромовый бульвар». Но она слишком мало взяла от кино того, что могла ей дать жизнь секс-символа и звезды. Презирала публичность. Была редким гостем даже на премьере своих картин. Ненавидела вычурность, богатые туалеты, светские приемы. Вот она, подлинная ББ. Распущенные волосы или ее фирменный пучок, прозванный «Кислая капуста». Джинсы или легкие сарафаны и платья в клеточку, которые она ввела в моду. Босая или в босоножках без каблука. Трапезьянки, которые она тоже ввела в моду. И однажды все то, что мешало быть самой собой, естественной, свободной, было выброшено из ее жизни навсегда. Правильно это или нет? Да кто же посмеет сказать, что человек не хозяин своей жизни? Она была в расцвете своей женской красоты и актерской славы. И она сделала выбор, в правильности которого не усомнилась ни разу. Шел 1973 год. Она сказала, я прекращаю сниматься, хватит. Мне особенно дорог ее образ в знаменитом фильме «История про колено-юбочника», который стал последним в ее биографии. В самом финале фильма у нее волосы распущены. Она в платье. Голубка садится на ее руку, и она целует Голубку в клюв. И Голубка целует ее в губы. Это значит, что последнее живое существо, которое поцеловала Брижит на экране, Голубка. И это конец ее кинематографической карьеры. Это открывает ее карьеру защитницы животных. Женщина, которую покусала изголодавшаяся собака, и которую искололи противостолбнячными уколами, была актриса с мировым именем Брижит Бардо. Ей было всего 39 лет. Знаете, как она поступила с той собакой? Она приказала отпустить ее в стаю. И по-прежнему каждый день приносила еду. И ждала. Она верила, что то зло, которое причиняют животным люди, доводя их до изнеможения и ненависти, могут излечить добро и ласка. И дождалась того момента, когда дикая собака стала принимать пищу из ее рук. И ждать ее, как своего самого близкого друга. Это была еще одна взаимность, которая далась ей ценой личной боли. Но взаимность стоит того. Время расставило свои фатальные акценты в ее судьбе. Она обрела, наконец, то, к чему стремилась. 28 июня 2010 года. Сент-Ропе. На выставку, посвященную ББ, заглянул нынешний муж Брижит. Четвертый по счету. Последний. Барон Бернард Эармаль, который почти два десятилетия делит с Брижит. И ее жизнь, и ее убеждения. Мы просыпаемся, завтракаем, ласкаем кошек, кормим собак, которые находятся здесь же. Потом Брижит переходит в другой дом, где живут другие животные. Она занимается перепиской. У нее полно дел. Все это происходит очень спокойно. Брижит почти никого не принимает, потому что она любит покой. Она отвечает на большое количество писем, которые она получает со всего света. И время от времени мы с ней видимся. Я являюсь для нее тем же, что и ее собаки, и ее животные, и ее лошади, и ее свиньи, и ее козы, гуси, куры, и ее муж. Брижит все время занимается делами своего фонда, который находится в Париже. Вы собрались, чтобы отметить юбилей нашего фонда. Это главный успех в моей жизни. Я начала организовывать этот фонд одна. Я мать и дочь этого фонда. Истоки фонда в комнате друзей в Мадраге. В начале пути были только я и секретарша. Мы обе не знали толком, что нужно делать. Работа моей мамы в Мадраге заключалась в том, чтобы принимать пожертвования для животных для фонда Брижит Бардо. Моя мама получала все письма, адресованные фонду. Из России, из Китая, из Австралии. А я, когда был маленьким, коллекционировал марки. И однажды Брижит увидела, что мне очень нравятся эти марки. Она сказала, что я могу забирать эти марки себе. Так я собрал невообразимое количество марок, конвертов, адресованных Брижит Бардо со всего мира. Я был очень доволен. Чтобы иметь деньги на создание фонда защиты животных, Брижит распродала все свои личные вещи. Еще когда она выходила замуж за немецкого миллионера ЗАГСа, он подарил ей три бриллиантовых браслета. Голубой, белый и красный. Когда Брижит искала деньги для создания фонда, она попросила разрешения у ЗАГСа продать браслеты. Драгоценности были кем-то куплены на аукционе за огромные деньги. Много позже Гюнтер ЗАГС, парень в высшей степени элегантный, позвонил Брижит и сказал, это я выкупил браслеты. Я хочу их тебе вернуть, потому что много лет назад я покупал их для тебя. А она ему ответила, послушай, если ты мне их вернешь, мне ничего не останется делать, как их снова продать с молотка, чтобы заработать денег для животных. 14 июня 2010 года. Улица Венес, 16 округ, Париж. В штаб-квартире фонда защиты животных, созданного Брижит Бардо, гостей принимает директор фонда Кристоф Мари. Я хочу подчеркнуть, что речь идет не о каком-то времяпровождении звезды, а о жизненной позиции. Это жизненно необходимо для Брижит Бардо. Для нее необходимо действовать, чтобы уменьшать страдания животных. Она действует, обращается к мировым лидерам с мольбой защитить тех, кто не может сам просить о спасении. И самая большая радость наступает для Брижит в тот момент, когда ее голос услышан. Когда отменяются кориды, потому что так решил мэр. Когда запрещается убийство детенышей тюленей, потому что так решил премьер-министр. Когда люди, от которых зависят судьбы мира, понимают, что и судьбы безропотных зверей тоже в их руках. Говорят, только после 40 человек становится похож сам на себя. Чем дольше мы живем, тем больше, заглядывая в зеркало, понимаем, какие мы, какими мы задуманы. Брижит Бардо задумана яркой индивидуальностью. В этом ни у кого нет сомнения. И у тех, кто боготворит ее. И у тех, кто считает, что ее страсть к животным побеждает любовь к людям, в том числе и самым близким. Но ей глубоко наплевать на все реплики, отпущенные ей в спину. Наплевать и на собственные морщины. Соленый ветер Сент-Ропе, как и много лет назад, развивает ее волосы. Пусть и посидевшие. Она по-прежнему смотрит в глаза животным и кричит за них. Люди, остановитесь. Они же безмолвны. Они же не могут вам сказать, какие вы звери в своей жестокости и безжалостности. Она мне доверяет. Она знает, что я ее очень люблю и уважаю. Она захотела, чтобы выставка заканчивалась витринами, посвященными бедствиям и несчастьям животных. Она мне сказала, делай, что хочешь и как хочешь. Но я хочу, чтобы на моей выставке был один зал, посвященный несчастьям животных. На выставке отчаянно плакал подросток. Он пришел вместе с мамой, чтобы узнать о жизни звезды Брежит Бардо. Дошел до последнего зала, но был слишком неискушен, чтобы выставить заслон против ужасов, как это делают взрослые люди. Он смотрел на фотографии и захлебывался слезами. И пока не выплакал всю свою детскую боль, не успокоился. Если бы Брежит видела слезы этого мальчика, она бы поняла, что не зря прожила свою длинную, такую разную, такую искреннюю жизнь. Еще одно сердце живо. Значит, то, что было для нее самым ценным, будет продолжено. Пусть позже. Несколько позже.